Всем привет! И сегодняшний выпуск новостей мы начнем с одной из самых животрепещущих тем, касающихся FIFA 19. Болельщики с постсоветского пространства с нетерпением ждут появления клубов из своих стран в симуляторе от EA. Подогрел эти ожидания слив от одного не особо авторитетного итальянского источника, который проанонсировал и Астану, и Батте, и Ворсклу, и другие клубы. На это повелись многие спортивные сайты, чем еще больше запутали болельщиков. Похоже, что итальянцы просто запустили фейк. Тем временем в сеть слили перечень команд остального мира, которые будут представлены в игре. И этот список разрушает ожидания многих. Итак, в число счастливчиков вошли московский ЦСКА, Спартак, Локомотив, Спарта-Прага, Славия-Прага, Олимпиакос, Панатинайкос, Айк, Шахтер-Донецк, Динамо-Киев, Динамо-Загреб и Хиг-Хельсинки. На этом все. Больше новых клубов в остальном мире, судя по всему, не появится. Так как до релиза осталось очень мало времени, и никаких свежих заявлений от клубов или разработчиков относительно их появления в FIFA 19 не поступает. Кстати, напиши в комментариях, появление какой команды в FIFA 19 ты ждешь больше всего. Переходим к более позитивным вещам. По сети стали гулять рейтинги некоторых клубов и сборных. И из них стало известно, что Роналду в FIFA 19 больше не будет единолично лучшим игроком симулятора. Криштиану получил рейтинг 94. Таким же показателем разработчики наградили и Лионеля Месси. Пройдемся теперь коротко по некоторым слитым командам. Вот так в FIFA 19 будет выглядеть Милан. Самый высокий рейтинг 88 получил Гонсалу Игуаин. У Донна Румы рейтинг 82. Из резерва выглядывает вечно перспективный Халилович с рейтингом 76. У Наполи удивил Инсиньо рейтингом 88, что на один пункт больше, чем у Мертенса, Хамшика и Кулибали. Самый высокий рейтинг в Интере получил Ханданович, и это 88. 87 у Икарди, 86 у Перишича и по 85 у Шкринья Райна Инголана. У Монако лучшим стал Радомель Фалькао с рейтингом 85. У Александра Головина рейтинг 79. В сравнении с FIFA 18 у россиянина апгрейд на 3 пункта. Что касается Барселоны, то здесь есть несколько серьезных апгрейдов. Отмечаем, что EA уже оценила Малкома на 1 пункт выше Дембеле. У бразильца Артура, которому прочат большое будущее, рейтинг 82. В реале рейтинг 91 получили Рамос и Модрич, 90 у Куртуа и Кросса, 89 у Иско. Ну и завершаем наш сегодняшний выпуск с самой свежей новостью. Стала известна официальная дата выхода демо-версии FIFA 19. И это не 11 сентября, о чем сообщалось раньше. Демка увидит свет 13 сентября. Если кто-то забыл, полноценный релиз игры состоится 28 числа этого же месяца. А на сегодня все. Ставь лайк, если с нетерпением ждешь выхода FIFA 19. И не забывай подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!